19 глава книги притчи перевод российского библейского общества читаю для библейского портала экзегет вот тот самый случай где деление на главы она разбивает мысли но книга притчи она вся такая более-менее ровная там есть внутренние деления но мы читаем большую соломонов сборник он начался в 10 главе и закончится нескоро и внутри него как бы все одинаково да вот когда разбивали на главы это было средние века и довольно случайно то иногда этот шов провели не там где надо 19 начинает со слов лучше бедняк что живет непорочно чем лжец да к тому же глупец ну и и что ну какая-то банальная мысль лжец и глупец это плохой человек конечно более-менее любой человек лучше него да но мы читали в конце 18 такая зарисовка в словах бедняка мольба но грубость в ответе богача да это зарисовка из жизни дальше у кого друзей много тому не сдобровать как-то неожиданно но любовь иного друга крепче братской сразу приходит мысль в голову что тот богач у которого много друзей он на этих друзей только тратит свое богатство они затем к нему и приходят и вот пожалуйста лучше бедняк что живет непорочно тебя сосед бедняк не презирай его он может оказаться всем другом чья любовь тебе крепче братской покажется чем лжец да к тому же глупец к богачам ходит огромное количество лжецов и глупцов почитайте светскую хронику вот они соединяются вместе да эти стихи но напрямую не сказано можно из этого собирать такой пазл можно так собрать можно по-другому книга притчи это такой еще способ обретать мудрость путем размышлений над текстом она не только хвалит мудрость она позволяет ее искать эта книга потому что нет добра души без познаний торопливые ноги оступятся вот не торопитесь посидите подумать дурость сбивает человека с пути его а сердце его на господа злится вот человек сам себя с пути сбил сам забрел куда-то а злится на бога думает это он меня наказал и как бы ни за что есть хуже чем я думает богатство умножает число друзей обидность друзьями разлучает но в каком смысле комментарии к тому что мы только что прочитали что друзей становится много а вот всегда ли это хорошо вот друзьями кого мы называем не тех ли иногда кто наоборот от нас что-то все время сосет или кто просто рядом тусуется что называется без толку и без смысла а бедность зато разлучает даже с теми кто может быть и настоящий люди боятся дружить с бедными да вдруг придется помогать это еще тема вернется она тут таким контрапунктом возвращается и уходит чтобы как бы осознали подумали не уйдет от возмездия лжесвидетели кто дышит ложью не уцелеет банальность хотя может быть как раз тот самый случай когда богатство и бедность они влияют на свидетельство да когда покупаются свидетели но напрямую не сказано многие заискивают перед знатными и со щедрым на подарки всякий дружит та самая тема обилие друзей у богача ложных друзей да щедрые на подарки как дети иногда там в классе проблемы в общении берет кулек конфеты или там игрушки и всем раздает любите меня результате его никто не любит любит его подарки ненавистен бедняк даже братьям и друзья его избегают спешит он слово молвить а их уж нет вот в жизни так да вот здесь житейские изрисовки и такие загадки которые надо еще разгадывать а кто желает себе добра тот ищет разума храня мудрость обретет он благо вот разгадывая мы и обретаем благо разума ищем не уйдет от возмездия лжесвидетели кто дышит ложью погибнет уже было еще раз зачем может быть случайно как-то перекопирование два раза одно и то же вошло в почти в одном и том же виде близкие места может быть такое напоминание поскольку тема богатства бедности то вот как это все легко приводит к ложному свидетельству не пристало глупцу жить в роскоши тем более рабу князьями править как-то раб может править князьями бывший раб который поднялся стал сам царем да раб который стал царем это будет один из персонажей в самом конце книги и может быть это на него указание кстати есть прекрасная песня сергея никитина на слова киплинга про этого самого раба который стал царем очень советую послушать великолепный комментарий к этому стиху но смотрите здесь немножко другом не пристало глупцу жить роскоши и рабу царями князьями править то есть бывает так что богатым знатным могущественным оказывается вовсе не достойны этого положения человек поэтому не торопитесь делать выводы о богатстве как о показателя угодности богу есть такая ловушка вот что кто получил от бога богатство тот и угоден ему совершенно не обязательно жизни всяко бывает благоразумие держит от гнева величие в прощении проступков а что отличает благородного правителя от этого раба который стал царем благоразумие величие готовность прощать в том числе не только этому один из главных признаков да вот раб который стал царем он мстителен и мелочен а благородный правитель щедро благоразумен царская ярость как рык львиный а милость царя как роса на траве ну да это понятно глупый сын несчастья для отца уже много раз читали а сварливая жена что дырявая крыша вот дома это главное место огорчение радости если все плохо в семье то конечно радости никакой дома богатство наследство от отцов а разумная жена дар от господа вот от отца получил наследство дом деньги там имущество скот а вот жену это уже от бога казалось бы сам выбираешь но выбирая в юности не всегда соображаешь как это правильно сделать вот это от бога дар но ты все получил у тебя есть дом богатство жена все хорошо лень доводит до сонные одури они родилась до голода даже при таком удачном старте то есть можно все и потерять хранящий заповедь сохраняет жизнь а кто не выбирает путь погибнет вообще не только про деньги это про жизнь в целом кто нищему подаст одалживает господу и господь вернет ему сполна зачем подавать нищим не самому деньги пригодятся а ты богу одалживаешь и он тебе вернет когда тебе будет нужно вот мотив подавать нищим вразумляй сына пока не поздно смотри не погуби его можно понять стих двумя путями либо вразумляй но не погуби как иван грозный насмерть не зашиби только мне больше нравится второе понимание вразумляй сына иначе ты его погубишь то есть таким безразличием к его воспитанию ты его обрекаешь на погибель здесь как раз довольно забавная история синодальный перевод почему-то перевод не смущайся его криками но довольно непонятно как они это получили из еврейского текста грубиян пусть понесет наказание если дашь ему поблажку будет хуже в частности это про воспитание но не только сына как бы вообще да те кто от тебя зависит тех над кем ты поставлен ну и сам себя воспитывай слушай советы принимай наставление станешь со временем мудрее не считая себя образцом мудрости даже когда ты в положении царя напомню что соломон это собственно лирический автор да то есть человек от имени которого все это говорится он царь а но и он постоянно говорит что все равно и и ты должен может быть ты царь но все равно и ты должен возрастать мудрости это поиск это процесс это не что-то такое что в карман положил и теперь она у тебя есть и вообще много замыслов в человеческом сердце но исполнится то что решил господь вот наша мудрость всегда ограничена человек предполагает бог располагает русская поговорка она служит как бы переводом этого стиха но и не только этого стиха в книге притчи а есть все-таки какие-то критерии в людях ценится верность и бедняк лучше чем лжец то есть человек невысокого положения может быть с виду такой неказистый он лучше чем лжец чем тот кто притворяется верность это ведь прежде всего верность себе когда человек ничего не изображает когда человек вот такой какой он есть это лучше лучше человек даже вот с недостатками чем лицемер люди живы страхом господним кто исполненным спит спокойно и беда его не постигнет вот страх господни постоянная тема который возвращается он то и делал и он нигде не дает определение да то есть есть там эта ненависть козлу и так далее но это все равно определение через другие понятия не через какую-то формулу и вот здесь страх господни это то что дает возможность спокойно спать разве страх дает возможность спать спокойно страх наоборот лишает сна не так ли но страх пред господом то есть вот человек сознает границы человек их не переступает и он чувствует себя безопасно в этих границах вот смотрите оказывается страх дает возможность спокойно спать лучшие снотворное страх господни надо же зарисовка запустит лоды руку в блюдо а до рта не донесет тут бывают такие комедийные пародийные зарисовки и тут же накажешь наглеца просто такие образумицы отчитаешь разумного он поймет твою науку то есть смотрите наглеца наказывают его же бесполезно вот там хоть лупи хоть словами не поймет но просто такие образумицы это пример для других почему существует наказание не всегда не делают человека лучше они могут служить примером остальным а вот разумный человек даже со слов поймет твою науку его не обязательно наказывать достаточно упрекнуть кто групп с отцом кто гонит мать стыд и позор такому сына а кто может быть грубым кто может гнать мать а вот наглец который не желает слушать никаких наставлений пока он был маленьким его можно можно было наказать а сейчас он сам всех прогонит сын не станешь слушать наставления попадешь в просаг без слов разумных тебе же это нужно не мне негодный свидетель глумится над правосудием преступление пищи для нечестивцев судя по всему столько было негодных свидетелей что о чем бы ни говорил наш автор он постоянно вставляет про этого лжи свидетеля он дышит ложью глумится над правосудием преступление пищи для нечестивых то есть смотрите он прямо без этого не может он дышит этим он питается этим и он как раз тот самый наглец которого надо наказывать наглецу не именовать суда спине глупца побоев ну побои это может быть несут а что-то такое более что называется домашнее а вот наглец уже перед судом предстанет так что вот иначе не получится сдержать это самое лжесвидетельство сдержать вот то самое зло которое действует в мире ну а самая забавная карикатура ждет нас начале следующей 20 главы